После того, как диктатор в очередной раз продлил срок своего правления, Беларусь стала настоящим островом невезения. В упадок приходит все, от предприятий и колхозов до качества жизни простых людей. К слову, о последнем, цены на продукты дорожают чуть ли не ежедневно, и исключением не стал даже традиционный белорусский продукт. Речь идет о картофеле. Впервые в истории во время уборочной его пришлось импортировать в нашу страну. По мнению аналитиков, это довольно необычное явление, ведь в Беларуси бульба всегда в избытке, и она идет на экспорт. Очевидно, что такая ситуация связана с опасениями по поводу судьбы урожая, поскольку картофельные поля сильно пострадали во время летней засухи. При этом цены на продукт в настоящее время в среднем на 70% выше, чем обычно в это время года. Стоит отметить, что за последние 7 месяцев Беларусь снизила экспорт картофеля в 3,5 раза и на 40% увеличила импорт. Больше всего клубни плодов было привезено из Украины, также закупки производились в России, Азербайджане, Македонии, Египте и Германии. Примечательно, что сейчас цены на картофель в нашей стране достигают 30 центов за килограмм, что существенно выше, чем в остальных странах региона, а стоимость отечественной бульбы выше, чем импортной. Полиц заключенному Игорю Банцарю пытаются заменить химию на исправительную колонию. Оправдывают эти действия тем, что гродненские музыканты регулярно нарушают установленный распорядок. Причем администрация исправительного учреждения, открытого типа номер 9 в Витебске, предъявляет к нему претензии по шести эпизодам, типа уснул на стуле, не побрился, не выполнил команду отбой. Ну и другие не менее преступные и ужасающие провинности. Естественно, по мнению силовиков этого вполне достаточно, чтобы заменить Банцару ограничение свободы на лишение свободы. Сам же Игорь называет претензии администрации политическим давлением и связывает их с отказом подписывать прошение помилования. Новый суд назначен на 23 сентября и, скорее всего, будет показательным. Проведут его прямо в здании химии, где отбывает наказание более десяти политзаключенных. Напомним, что гродненский музыкант был приговорен на полтора года ограничения свободы за акцию протеста против фальсификации итогов выборов, политического преследования и насилия силовиков. До приговора его содержали в Гродненском СИЗО, бросали в одиночную камеру, отправляли на принудительную психиатрическую экспертизу в Минск, неоднократно помещали в карцер. Борясь за свои права и жизни, Игорь вынужден был 16 дней держать сухую голодовку и закончил ее только тогда, когда после приговора его освободили прямо в зале суда. Отбывая наказание в Витебске, музыкант тоже постоянно находится под прессингом и почти не покидает стен карцера. Минский тракторный завод активно опустошает свои переполненные склады под видом благотворительности. Недавно стало известно, что предприятие передало 18 тракторов учебным заведениям. По словам представителя МТЗ Руслана Цуркана, такая помощь была оказана 15 колледжами и лицеем для того, чтобы они смогли расширить компетенции своих учащихся. Так, директор жилищского государственного сельскохозяйственного колледжа отметила, что в новом учебном году 25 студентов из нового набора смогут учиться в вождению на свежем тракторе с патриотичным названием «Беларусь». Видимо, материальная база заведения в настолько удручающем состоянии, что перспектива обучать почти три десятка человек на одной машине вводит его руководство в состоянии экстаза. Отметим, что год назад складские запасы МТЗ составляли более 5000 единиц техники или около 180% от месячного объема выпуска. При этом долги предприятия превысили миллиард рублей, а объемы производства снизились в разы из-за введений европейских американских санкций, которые повлияли на то, что предприятие не смогло закупать импортное комплектующее. Что ж, такой ситуации только и остается. Делать хорошую мину при плохой игре, не раздавать запылившуюся на складах технику. Впрочем, с учетом ее количества жертвы не могли бы быть щедрее. Около 150 тысяч белорусов получили убежище и работу в Польше. Об этом сообщил президент страны Анджей Дуда, отметив, что в его стране приняли тысячи протестующих, для которых республика будет вторым домом, пока они считают это целесообразным и необходимым. Лидер государства также подчеркнул, что проинформировал Генассамблею ООН о приговорах, вынесенных Марии Колесниковой и Максиму Знаку, и напомнил о представителях польской диаспоры Анжее Почоботе и Анжелике Борис, которые удерживаются за решеткой в Беларуси и отказались подписывать прошение помилования. Дуда потребовал немедленного освобождения всех политзаключенных, которых на сегодня насчитывается уже 671 человек. Примечательно, что среди такого внушительного количества беженцев, равного населению крупного райцентра, находится немало врачей и других представителей самых востребованных специальностей. А ведь речь идет только об одной стране. Не меньшее число белорусов были вынуждены уехать в соседние Литву, Украину и другие страны практически ни с чем, просто чтобы остаться на свободе. Впрочем, кажется, режиму не только не до законов, но и не до людей. Вот только когда их стране совсем не останется с чьих налогов. Венценосное семейство будет обеспечивать себе привычную роскошную жизнь.